Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова, вы смотрите передачу о мелочах из жизни. Сегодня наша тема косметология и диетология перед отпуском и после отпуска. Мои гости Магомедова Асият, врач-дерматолог и косметолог, а также Дерябина Елена, диетолог и гастроэнтеролог, помогут нам в этом разобраться, помогут нашему организму и нашей коже выглядеть лучше или выглядеть всегда на высоте. Первый вопрос, поскольку эта тема очень такая обширная и широкая, мне бы хотелось задать все-таки в общем. Со скольки лет, например, можно делать косметические процедуры и на какие процедуры табу? Это очень обширный вопрос, на него сложно так ответить, потому что существует такая процедура, как, например, косметическая чистка лица, которую можно проводить с 14 лет, и существует такая процедура, как ботулотоксин, введение ботулотоксина в лицо, которое там после 27 лет. Это не ботокс? Да, это ботокс и препараты-аналоги. То есть даже если школьница, у которой активные мимические морщины, допустим, на лбу, то все-таки до 27 лет не нужно? Мы не проводим эти процедуры, нет. То есть есть такие негласные возрастные ограничения, которые, в общем-то, мы соблюдаем. Есть, например, нитевая подтяжка лица, которая, возможно, как правило, у возрастных пациентов, естественно, 18-летних девочек мы туда не берем, хотя бывают такие запросы. А, допустим, пилинги есть? Какие-то ограничения, что можно делать с школьницей, а что нельзя только уже для взрослых? Да, конечно. Пилинги подразделяются на поверхностные, срединные. Поверхностные пилинги делаем подросткам. Срединные пилинги, сильные, которые включают и шлифовку лица в том числе, это возрастной пациент или пациент с рубцами после акне. Но это где-то 25 плюс все равно. Хорошо. Елена, а вот когда можно начинать следить за своим рационом? Потому что сейчас даже школьницы, насмотревшись в интернете различных диет, начинают все это пробовать на себе. И, к сожалению, не всегда этого блага для нашего организма. Ну, смотрите, вообще рацион, наше питание, это не должно быть каким-то периодом в нашей жизни. То есть понятие диеты у диетолога, оно присутствует тогда, когда заболевания какие-то есть конкретные. Если мы говорим с вами сейчас о состоянии здоровья, о том, чтобы выглядеть лучше и улучшить качество своей жизни сейчас и в будущем, я как педиатр могу сказать, что заботиться именно на питание обращать нужно, когда ребенок еще находится в утробе мамы. То есть есть такое понятие, как пищевое программирование. И оно закладывается в первые тысячи дней с момента изучатия и первые дни жизни, месяцы после рождения. Именно там мы можем с вами заложить предрасположенность к каким-то заболеваниям. Сахарный диабет, инфаркт, инсульт, даже онкология. Или предупредить развитие таковых. Поэтому, в принципе, к питанию нужно относиться к тому, что должно быть всегда правильно, всегда постоянно. И самое опасное – это вот эти вот переходы. Я худею к отпуску, я худею к этому моменту, да, или что-то другое. Это хуже для нашего организма, чем если мы сразу начали с вами, мы должны понимать, учиться понимать, как выбирать себе правильный рацион. А какие-то есть вот основы? Что-то вот такое банальное, как, допустим, жареное, слишком не употреблять, слишком соленое, острое, что-то вот такое в перечне. Да, здесь, знаете, как сейчас популярность ПП, да, правильного питания. И очень много мифов существует в этом. И вот недавно тоже был эфир, мы разговаривали о мифах в питании, в правильном. Самый распространенный миф – это вот это вот пяти-шести разовое питание. Все зависит от возраста, да, для ребенка до шести месяцев мы его кормим шесть раз в день. Для чего? Для того, чтобы он рост. Вот молочные продукты и такой частый прием пищи стимулируют факторы роста и обеспечивают его рост. Для взрослого это приемлемо, если есть какие-то заболевания, да, например, заболевание желудочно-кишечного тракта, проблемы с желчным пузырем. Не всегда даже при гастрите мы назначаем такое частое питание. Другой момент – это если человек, который набирает массу, да, спортсмен, профессиональный спортсмен. Мы не говорим о тех, которые ходят три раза в спортзалы, считают себя там… Сделать селфи. Да, да, да. Вот здесь, если профессиональный спортсмен, он, да, он сейчас стимулирует факторы роста, чтобы нарастить мышечную массу. Елена, я вот заметила на себе, что у меня такое бывает, что я кушала и 5-6 раз в день, но потому что мне даже этого хотелось, и, возможно, это был как раз период активных тренировок. А вот сейчас, почему-то, когда вот мы уезжали в отпуск на море, когда мы приехали после, у меня бывает такое, что я могу поесть два раза в день. Это завтрак достаточно плотный, там, допустим, каши, бутерброды и бокал кофе. И потом у меня получается где-то в 4 часа практически уже только обед довольно-таки такой плотный, и всё, я вечером уже не хочу кушать, я могу выпить стакан кефира. Это нормально? Вообще, самое оптимальное для взрослых – это трёхразовое питание. У кого есть какие-то булимические срывы под вечер, но это чаще всего связано с тем, что нарушен обмен, есть какие-то проблемы неправильное питание, тоже какие-то ингредиенты не те, тогда 4 раза в день перекус в 5 часов, да. Но есть методики, есть люди, диетологи, которые едят 1 раз в день, 2 раза в день, да. И это тоже нормально, если сбалансированный рацион, если нет никаких проблем со здоровьем, это оптимально для нас. И сейчас, тем более, лето, да, то есть определённый температурный режим, определённая, скажем так, работа гормонов щитовидной железы, по-другому они работают. Зимой будет хотеться больше есть, потому что перестройка, особенно вот в осень, да, перестройка, настройка будет происходить. А сейчас, да, это нормально, если у вас нет заболевания жидко-кишечного тракта, да, всё хорошо, 2 раза в день, пожалуйста. Я тоже иногда так делаю, иногда даже 1 раз в день. Это оптимально для нашего организма. Хорошо, спасибо. А вот такой следующий вопрос. Процедуры перед отпуском, какие можно делать и какие нельзя? Есть всё-таки вот какой-то, наверное, перечень основной, который мы сейчас можем рассказать зрителям? Если мы говорим о том, что это летний период времени, что человек планирует поехать, скажем, в Турцию, в Грецию, да, куда-то загорать, то это однозначно процедура, направленная на увлажнение кожи. Это, в первую очередь, внутридермальное введение гиалуроновой кислоты или биоревитализация, мезотерапия. Можно, например, назначить плазма-лифтинг тоже для того, чтобы поддержать кожу в хорошем состоянии. А плазма-лифтинг и радиолифтинг – это одно и то же? Абсолютно разные. А радиолифтинг можно сделать? Да, пожалуйста. Радиолифтинг, но это… Необязательная процедура? Это не обязательно, это, в общем-то, никак не влияет на увлажнение. А всё-таки нам хочется увлажнить лицо и подготовить кожу к загару. Потому что мы все помним, что чрезмерная инсоляция приводит к чему? К фотостарению. То есть, мало того, что у нас есть хроностарение, мы все стареем каждый год. Этот процесс невозможно остановить. Мы можем только за счёт процедуры правильного образа жизни, скажем так, замедлить его. А есть ещё фотостарение, когда из-за чрезмер... Мы про фотостарение будем говорить отдельно, чтобы вы нам по полочке всё разложили. А вот какие процедуры нельзя делать перед отпуском? Ни в коем случае нельзя делать процедуры, повреждающие поверхность кожи. К ним относятся шлифовка лица, к ним относятся сильные пилинги, там, срединные пилинги, скажем так. Это что, это лазерная эпиляция? Лазерная эпиляция тоже не рекомендована, особенно в тех зонах, которые будут загорать. Если вы делаете лазерную эпиляцию ног, скажем так, то у вас есть риск возникновения пигментации на ногах. Нужно это помнить, хотя иногда рекламные слоганы говорят об обратном. Но на самом деле и фото, и лазерная эпиляция вызывают фоточувствительность. Поэтому лучше, конечно, не рисковать. А ботокс? Ботулотоксин можно делать перед солнечной инсоляцией, но есть такой момент, что если вы будете очень сильно загорать, то, может быть, время действия препарата сократится. Или хотя бы нужно выдержать, допустим, за неделю перед отпуском, да? За неделю или за две, но тем не менее. То есть, если вы хотите для того, чтобы ботулотоксин сохранил свой эффект достаточно долго, то лучше сделать после отпуска. Хорошо. Елена, а нужно ли как-то готовить организм к отпуску? Вот вы говорили, что не существует вот этих вот перемен. Но, к сожалению, да, у нас образ жизни, менталитет такой, да, что мы готовимся к чему-то. Да, вот у нас там отпуск, и за три месяца мы начинаем готовиться, усиленный тренажерный зал, да, что-то еще на диет садятся. Самый оптимальный запрос, да, то есть это весна, когда ко мне приходят разные категории весовые, да, готовятся к лету. Сейчас затишье, и потом к Новому году у нас начнется, да. А еще какая проблема, вот, опять же, я всегда говорю всем, что нужно заботиться о здоровье своем, да, потому что красота, красота внешне, в природе, мы выглядим красиво тогда, когда у нас избыток здоровья здесь. А когда люди приходят, чтобы, вот, опять же, косметологические какие-то процедуры, да, быстренько похудеть, я всегда говорю, они просто пытаются поменять лампочку, да, иногда поменять лампочку достаточно, да, а иногда нет, а может быть там вот на станции проблема, да, или где-то проводка перегорела. Вот это вот так выглядит для меня, как для врача, когда люди пытаются к чему-то подготовиться. Еще какая проблема? Другой запрос. Как восстановиться после отпуска? А, это уже будет потом. Я еще хотела бы задать такой вопрос. Когда все включено, как есть и не толстеть, есть ли вот какой-то рацион, чтобы вы рекомендовали кушать? Допустим, там, овощи и какое-нибудь мясо, или что-то вот такое понятное и простое. Ну, смотрите, вот, если говорить уже о тонкости диетологии, у нас не существует общих каких-то правил, да, всегда персонализированный подход, но здесь на самом деле да, то есть у нас должен быть контроль сладкого. Самая большая проблема всегда – это сахар, даже если вот на первый взгляд я хочу, вот, человек, скажи что-нибудь, как мне похудеть? Прям вот с первого раза. Убери сахар, вот, все сахаросодержащие. То же самое в отпуске, да, обычно люди ограничивали себя для этого отпуска, и в отпуске они начинают усиленно есть. Можно же вкусняшки, я стойко старался, это же всего лишь 7-10 дней, да, и начинается срыв. Обычно мне очень много оттуда просят консультации с отпуска и клиенты, и друзья. У меня поджелудочный заболел, у меня правый, левый бок заболел. Почему? Потому что учителенно начали все есть. Овощи, да, фрукты – не перекус, а вместе с едой, да, должны быть. Плюс еще достаточное количество воды, не сладкой, избегать сахаросодержащих продуктов. Мясо, пожалуйста, ешьте. Если вы едете куда-то ближе к морю, там будут морепродукты, рыба – это источник омега-3, наедайтесь этого, здесь мы этого не получаем. Елена, а вот исключить сахар – это как? Если я, допустим, слащу кашу по утрам, то этого делать тоже не нужно? Если вы, во-первых, сразу же делаете две ошибки – вы едите кашу по утрам, вы еще и ей сластите. А каши по утрам есть нельзя? Если вы едите кашу по утрам, мы идем к вам, так говорят сейчас диетологи. А почему? Это прям отдельная тема для эфира по поводу правильных полезных завтраков. А если к каши будет еще два яйца? Вот если вы оставите два яйца, все зависит от того, какой образ жизни вы ведете. Если вы спортсмен, то там, в принципе, можно давать сложные углеводы. Это еще нужно посмотреть. Но утром для нас самое, скажем так, сложное – это будут углеводы, потому что вызовут выброс инсулина. И когда вы еще это исластите, вы вызываете повышение гликемического индекса. Есть такое понятие. Это скорость, скажем, с какой сахар впитывается у нас в кровь. И происходит что? Инсулин приходит, чтобы это все убрать. И быстренько все это снижает. Причем это не трата на что-то. На работу мышц, на работу мозга. Потому что, по сути дела, вы утром пока еще не включились в работу. А он расталкивает по всем местам. Что же нужно и кушать тогда в утром? Вообще, самое лучшее – это белково-жировой завтрак. Тогда, когда у нас еще работает соматотропный гормон, есть такой гормон, который занимается жиросжиганием ночью. Когда выработался кортизол, с утра мы проснулись – это стресс. И инсулин в этой ситуации должен быть минимальный. То есть, сахара должны быть… Примеры таких. Яйцо. Значит, может быть, омлет с кокосовым молоком. Или, если вы едите молочку, пожалуйста. А если это просто яичница жареная, то уже не болезненно? Жареная, вот смотрите, все… Смотря как она у вас пожарена. Если у вас нет золотистой корочки, нет элементов гликации, то это можете использовать. Яйцо пашот можно. Пожалуйста, просто вареное яйцо. А сколько нужно яиц кушать? А вот сейчас опять еще один миф по поводу того, что яйца у нас имеют ограничения. Они давно реабилитированы, и мы можем есть яйца каждый день, по нескольку в день. Ну, в принципе, 2-3 яйца будет достаточно. Но здесь нужно опять же смотреть, как у вас желудочно-кишечный тракт, как печень, какие-то особенности, аллергии и так далее. Что еще можно? Авокадо, жирный фрукт или ягода. То есть, здесь масло 5-10 грамм. Омлет с беконом даже может быть. И большое количество овощей. Пожалуйста, брокколи, пожалуйста, шпинат, пожалуйста, кабачки сейчас их достаточно. А как же бутерброд? А как же кофе с бутербродом? Бутерброд. Вы можете, если нужно, какой-то кусочек небольшой цельнозернового хлеба или хлебцы сейчас есть, да, с сыром, с маслом, пожалуйста, с овощами. Но хлеб здесь должен быть минимальный. Можно добавить рыбу. То есть, это не так, что немного, допустим, кашки и два таких бутерброда. Нет, нет, конечно, нет. Нет, нет, нет. То есть, здесь нужно, наоборот, мы должны, мы очень часто совершаем какую-то ошибку, когда садимся на правильное питание, ограничиваем жиры. А это трагедия для нашего организма. Вот, и самое оптимальное, еще раз говорю, время для того, чтобы их усвоить, это утро. И поэтому большую часть жиров нужно съесть вот именно за завтраком, не мешая их со сладким, с углеводами, то есть, не допускаем туда сладких фруктов, что-то из этой серии, да. И потом уже вы на таком завтраке достаточно долго можете находиться, он сытный белок и жир дает сытность, и будете есть в обед, в два иногда, в час. Вот что есть тогда в обед? А супы? Супы можно кушать? А вот тут уже... Слышала от своего тренера, что супы, они вообще бесполезные. Если супы, то только овощные. Вот знаете, как по поводу супов, это, опять же, индивидуально. Вот есть люди, которые говорят, я не могу жить без супа. Ну, пожалуйста, ну вот ешьте этот суп. Заставлять ребенка или взрослого, вот ты ешь сухомятку, очень часто родители просят, скажите ему, что нужно есть суп. Ну, не хочет он, не надо ему есть суп. А овощные супы безопаснее, потому что мясные... Мы вообще не умеем правильно варить суп, ну, с точки зрения диетолога. С точки зрения повара будет совершенно другое мнение, да, ведь? А с точки зрения диетолога, то мы должны первый бульон сливать мясной, да, то есть варить на втором бульоне. И плюс еще очень часто вот этот бульон, это же концентрат веществ, которые были в мясе. А часто там антибиотики какие-то, гормональные препараты, продукты метаболизма, пока оно хранилось. И, в принципе, очень много экстрактивных веществ, которые не всем подходят. То есть полезных веществ практически не остается. Ну, а что там? Там концентрат вот этого вот жира, да, и вот это... Сливаем бульон дальше? Сливаем. Мы можем варить на втором бульоне, пожалуйста, слили, допускается. Ну, или овощные бульоны. Пожалуйста, овощные супы. Вы можете туда просто, вот как в педиатрии, как я рекомендую, супы, если они хотят. То есть овощной бульон сварили, мясо отдельно варилось, кусок мяса в этот суп положили, пожалуйста. Вот, но здесь, опять же, индивидуально. Хотите вы есть суп и ешьте суп. Не хотите, прекрасно в вашей жизни будет без супа. А мясо, мясо и углеводы уже можно в обед? Вот здесь обед, это как раз-таки время для углеводов. Здесь можно есть каша, даже макароны, даже картофель. Но не каждый день, понятно, да? А на ужин? А на ужин лучше всего взять белок нежирный и овощи. Если овощи не крахмалистые желательно, то есть картофель лучше уж здесь не использовать. Мясо, это может быть индейка, курица, то есть которая содержит меньше жира. Рыба, морепродукты какие-то. И вот здесь вот лучше, опять же, углеводы не добавлять. Ну, все зависит от того, что вы хотите сохранить вес, то жиры тут не будут так страшные. Да, если вес у вас нормальный, для мужчин, например. Это даже будет стимулировать выработку гормонов мужских, да? Потому что жиры – это папа или мама всех наших гормонов. А для девочки, для женщины все-таки овощи и какой-то белок. Фрукты не надо. Фрукты мы ели с вами где-то вот в обед и в перекус. Вот где-то с часа с 11 до 5, пожалуйста. И вот таким вот образом. А что делать с ночным временем, когда начинается у многих ночной зажор? А вы знаете как? Если вы едите ночью, значит, вы едите неправильно днём. Это вот здесь уже, если ночной зажор, там есть проблемы с метаболизмом, проблемы с чувствительностью рецепторов. Значит, что-то вы не съели днём, вы запустили вот этот механизм. Стакан кефира можно 0,1%? Вот опять же 0,1% – это подводный камень. Да, вот все обезжиренные продукты – это подводный камень. Лучше 2,5? Лучше нормальной жирности берите. Вот не нужно как бы стремиться прямо к обезжирению. Отворок 0, обезжиренный. Вот от 5, выше 5. Выше 5 есть нужно. Ну что на ночь можно? Вот всё-таки, когда хочется кушать, если рацион был неправильный. Вообще, я больше люблю, когда это будет какой-то жир. Это может быть кусок сыра, кусочек сыра, да? Это может быть половинка яйца или это перепелиное яйцо. Но если уж какой-то йогурт, вот густые йогурты, не сладкие, с достаточным количеством белка и жиров, вот небольшое количество – это не вызовет такой выброс инсулина. А инсулин ночью нам вообще не нужен. Хорошо. Спасибо. Вот мы все отдохнули и вернулись из отпуска. Какие процедуры нам нужны, необходимы нашему организму? Ну вот теперь уже я бы советовала в первую очередь ботулотоксин, потому что пока мы были на солнце, мы активно хмурились, жмурились, образовались мелкие морщинки. Поэтому я своих пациентов приглашаю именно на эту процедуру. Это препараты ботокс, диспорт, ксиамин. Если пациент не подготовил кожу биоревитализации к процедуре, то, естественно, мы приглашаем на биоревитализацию. Или, например, на коллагенотерапию. Внутридермальное введение коллагена – это процедура, которая уплотняет тоже дерму. Ну и, в общем-то, с сентября-октября у нас начинается вообще активный период использования косметических процедур, потому что все можно. Там и пилинги у нас начинаются, и какие-то чистки глубокие. А вот для волосы съед. Волосы очень часто тоже страдают, становятся сухими, безжизненными. Ну вот здесь, наверное, все-таки больше вопрос к парикмахеру, потому что нужно их защищать. Сейчас же очень много спреев, которые там с СПА. А вот это мезотерапия какая-нибудь для волос существует? Я советую больше всего плазмолифтинг. То есть это то же самое. Доберется кровь, центрифугируется, и плазма колется в волосястую часть головы. От этого лучший эффект. Поэтому мы больше вот это рекомендуем. Плюс обязательно использование средств именно для волос. Потому что нужно вместе это делать. Вот эти секущиеся кончики, это и прием БАДов. То есть вот это вот комплексный подход в данном случае должен быть. А вот защита от солнца. Вот эти все UVB, UVA лучи. Для многих это темный лес. Вот вы можете разложить это все по полочкам? Какие кремы нужно использовать? С какой защитой? У нас вообще существует три вида лучей, которые от солнца проникают сюда на землю. Это ультрафиолет А, Б и С. С задерживается озоновым слоем. Поэтому он не проникает. И поэтому это UVA и UVB, это защита от лучей А и защита от лучей Б. СПФ это фактор защиты от лучей Б. Чем выше он, как правило, тем выше же фактор от лучей А. Он на упаковках маркируется как ПДД. Там три или четыре плюса. То есть чем больше вы выбираете СПФ, тем выше будет защита от лучей группы А в том числе. Вот если девушка совсем белокожая, ей какую, получается, защиту нужно использовать? Чем выше, тем лучше. А если уже загорелая, то можно просто СПФ-30? Вообще нужно разобраться, что такое СПФ. Вообще, что такое? Это вообще на самом деле никто не понимает, что это такое, что это на самом деле. Вот я белокожая, да? Вот у меня такая кожа. У меня первый фототип, я белокожая. Я нахожусь на солнце примерно 2-3 минуты на активном, и я краснею. Вот это называется минимальная эритемная зона. Вот она для меня 2-3 минуты. Вот Алла, например, она темнее, чем она, наверное, второй фототип. Вам нужно примерно 5 минут. Вот СПФ-50 – это количество, во сколько раз времени я могу больше находиться на солнце, чтобы мое лицо не покрасняло. То есть для меня это 2 умноженное на 50. А для вас это 5 минут умноженное на 50. То есть каждому нужно подобрать свой СПФ, получается. Если мы пользуемся одним и тем же СПФ, мы можем так сделать, в принципе. Просто мне нужно будет чаще его наносить себе на лицо. Через сколько нужно обновлять? Ну, через 2 часа, например, для меня, если это СПФ-50, и для 3 часа примерно для вас. На отдых я рекомендую, конечно, максимальный фактор защиты наносить, особенно в первые дни. И я советую детей до 3 лет вообще на солнце пёк не брать, и нельзя им на самом деле активно загорать. Это просто невозможно, даже с защитными кремами. А нам нужно брать максимальный СПФ и первые дни пользоваться им. У меня здесь как раз вопрос от подписчиков. Так как возраст женщины выдают руки, стоит ли покупать на летнее время крем для рук с СПФ, чтобы сохранить молодость? Конечно, руки тоже нужно защищать. А вы, наверное, замечали, у возрастных пациентов есть такие коричневые пятна, они называются кератомы. Они провоцируются солнцем. То есть, если бы эти женщины пользуются защитным кремом, то их бы, вероятно, не было, или они были бы намного светлее и в меньшем количестве. Крем можно взять тот же самый, который мы используем для лица. Не обязательно искать в аптеке с надписью для рук. Вот это не обязательно. Вот следующий вопрос. Пигментация на лице. Ищем причину. Может сдать анализы? И какие? Пилинги и кремы помогают не так, как хотелось бы. В первую очередь хочу сказать, что эта проблема достаточно сложная. И она, вот мы уже обсудили немного этот вопрос, она проблема ни одного специалиста. То есть, здесь и гастроэнтеролог, здесь и эндокринолог, здесь и дерматолог-косметолог. Потому что нужно в первую очередь посмотреть гормональный статус. Здесь не только гормон щитовидной железы, здесь даже стероидные половые гормоны нужно у пациента смотреть. То есть, это работа эндокринолога. Здесь нужно правильно собрать анамнез. Например, когда ко мне приходит пациент и говорит о том, что он пьет оральные контрацептивы, я уже могу сказать, что причина в этом, и мне будет очень сложно вылечить этого пациента без помощи гинеколога и эндокринолога. Например. Это очень часто заболевание печени. Вот Елена не даст соврать. То есть, здесь нужно с гастроэнтерологом работать. Что я могу точно сказать? Что пациентам с пигментацией нельзя ходить без солнцезащитного крема. Ни зимой, ни летом. Абсолютно никогда. И если вам удалось осветлить эту пигментацию, даже, может быть, вообще убрать ее. Нельзя радоваться. Она может вернуться к вам через неделю, через две, если не устранена причина. Поэтому солнцезащитный крем постоянно и всегда параллельное обследование и назначение медикаментозного лечения внутрь по выявленной проблеме, естественно. Елена, ну вот получается, к какому врачу нужно идти в первую очередь? Потому что здесь целый список. Вот вообще с чего начать? Вот даже у меня уже 8 лет пигментация. И она у меня проходит в холодный период времени. Потом с весной к лету она у меня опять возобновляется. Особенно если я буду где-нибудь под жарким солнышком. То есть здесь опять же первый дерматолог все-таки, потому что нам нужно понять, какова причина. То есть сначала к дерматологу идем. Да, то есть это может быть и какие-то травмы, полученные от процедур или неправильное использование косметики. Плюс еще потом эндокринолог тоже должен вас посмотреть. Иногда бывает аллергия на солнце. То есть это часто распространенное состояние, когда вот аллергическая реакция на солнце появляется именно пигментацией. Может быть и в виде крапивницы, а потом в этих местах пигментации. То есть здесь нужно разбираться. Возможная консультация аллерголога, иммунолога. Гастроэнтерологу, да. Потому что очень часто у меня было много пациентов, когда они не приходили с целью убирать пигментацию с кожи, а именно поправить свое здоровье. Там были какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом. Когда мы решали эту проблему, нормализовывали питание, какие-то биологические активные добавки, они говорили, у меня прошли пигментации на лице. И то есть когда мы нормализуем весь желудочно-кишечный тракт, это может уйти. Здесь индивидуально, опять же, какой-то список анализов. Вам может назначить именно врач сейчас говорить, что мы сдаем полностью весь этот спектр. Это никому не нужно. То есть врач смотрит, выясняет ваши жалобы, когда это началось, какие препараты вы пили и так далее. И уже с этим он назначает вам какой-то обследование. Елена, а если, как в моем случае, очень много девушек, у которых пигментация начинается во время беременности и после родов, то нам все равно к дерматологу идти? Эндокринолога, гинеколога. То есть здесь нужно, как мы уже слышали, посмотреть половые гормоны, да, возможно? А вы знаете, я вот недавно задала такой вопрос тоже к своему гинекологу, узнав о том, что есть причина следственной связи именно вот с этим врачом. И она так посмотрела на меня удивленно, да что вы говорите? Нет, это косметология, это совсем не то. Мне кажется, это не очень комфортно. Можно искать гинеколога-эндокринолога. Мне хотелось только что сказать. Да, гинеколог-эндокринолог здесь уже. Ну, понимаете, мы как бы все должны знать, да? Но у нас есть узкая специализация, в которой мы профессионалы. Но всегда нам нужен какой-то специалист более узконаправленный, поэтому здесь тогда гинеколог-эндокринолог вам поможет. Он уже знает эндокринологию с позиции гинеколога и общего врача и больше разбирает. То есть есть именно такой врач, гинеколог-эндокринолог? Да, да. Ну, они проходят дополнительные, скажем так, усовершенствования. Не просто отдельный эндокринолог, он усовершенствованный как гинеколог. Ну, то есть можно к такому доктору обращаться. А вот рацион влияет тоже как-то на пигментные пятна? Потому что одна моя знакомая была как раз у эндокринолога со щитовидной железой, у нее все хорошо. Ей дали список тоже анализов и сказали, что это даже тоже из-за питания возможно. Вот еще раз говорю, очень часто бывает у нас проблема в печени, у нас занимается, тоже участвует в обмене пигментов в образовании. Очень значение имеет и микрофлора нашего кишечника. И получается, что когда мы нагружаем кишечник, нагружаем желчную пузырю печень, они просто перестают правильно справляться со своей функцией и могут чрезмерно пропускать какие-то вещества. Есть сейчас понятия среди европейских, американских диетологов, как синдром дырявого кишечника, к сожалению, вернее, это в процессе у нас еще нет такого диагноза, да, но мы это уже обсуждаем. Когда кишечник поврежден, сахар, чрезмерное неправильное употребление молочки, глютена, алкоголя, других каких-то продуктов, это в результате кишечник начинает пропускать, скажем так, то, что должно было перевариться еще. И организм воспринимает это как какую-то чужеродную молекулу и просто не знает, что с этим делать, да, иногда заключаются аутоиммунные заболевания, это иногда может отразиться на внешнем виде, потому что организм что пытается сделать? Он пытается нормализовать там, да, и он всегда берет ресурсы откуда-то, ему все равно, скажем, да, той же самой печени, все равно, как вы выглядите, ей главное справиться с интоксикацией, которая там возникла. Поэтому, а слабые места не могли быть повреждены солнцем, да, или особенность какая-то здесь есть обменов соединительной ткани и так далее. То есть в любом случае девочки идем к врачам самим и просто используя какие-нибудь кремы как раз против пигментных пятен, это не самый эффективный способ, наверное, да? Потому что это можно усугубить состояние. И такое очень часто очень бывает, когда пациенты приходят куда-то на дом к косметологу, им делают срединный пилинг, который сжигает вообще все лицо напрочь, они пигментируются просто полностью, да. Вот так вот, будьте с этим очень осторожны. Что бы вы хотели сейчас пожелать нашим зрителям? Мы бы хотели пожелать, конечно, красоты и здоровья. И вот здесь я соглашусь, что красота и здоровье, они идут рука об руку, и невозможно быть красивой, если есть какая-то проблема в организме. Поэтому мы сейчас все идем к тому, чтобы сбалансировано кушать, иметь правильный режим дня, сон, отдых, проходить косметологические процедуры, правильно назначенные, не злоупотреблять ими, подходить к этому с умом. В общем, нужно заботиться о своем здоровье комплексно, сходить к косметологу, правильно кушать, правильно спать, и тогда все будет хорошо у нас. Ну, я еще раз повторяюсь, да, то есть за здоровьем нужно и за внешним видом, и за внутренним видом нужно следить постоянно, не то что от одного события к другому и так далее. Кстати, мы сейчас и работаем над проектом, который будет изменять вот этот стиль отдыха, когда ты едешь в фитнес-тур, например, сопровождение и тренера, фитнес-инструктора, и диетолога, и мотиватора, то есть чтобы привлечь людей к тому, что и во время отдыха можно следить за своим здоровьем. Смысл в том, что вот это все, что ты сейчас сказала, это проявление любви к себе. На самом деле, мы когда дарим себе вкусняшку, вот эту сладенькую, это не любовь к себе, это нагрузка на наши органы, да, а когда мы правильно выбираем какой-то продукт, мы осознанно каждый раз выбираем, не то что бегаем там, смотрим эти калории, белки, жиры, углеводы, нет, мы это все изучили, мы осознанно делаем выбор, это проявление любви к себе. И также инвестиция в свое будущее и в будущее своего поколения. Я надеюсь, что наши гости помогли вам разобраться во многих вопросах. Конечно, желаю вам здоровья, будьте красивыми снаружи и изнутри. Всем вам пока-пока, с вами была передача о мелочах из жизни, увидимся на Улл Правде в следующий раз. Субтитры подогнал «Симон»!